Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Петербург называется. Вот сегодня я хотел вам показать дом на Литейном проспекте 24. Доходный дом Мурузи. Итак, в начале 19 века здесь находился деревянный особняк русского мореплавателя, совершившего кругосветное путешествие одного из основателей российско-американской компании Рязана. Ему посвящена рок-опера Рыбникова по имени Вознесенского «Юнона» и «Авось». Вы помните? «Я тебя никогда не забуду». Вот так, это отступление. В 1830-х годах дом принадлежал купцу Мишуткину. В 1848-1850-х годах здание вводил князь Кочубей. Кстати, на месте сада дома Кочубея Достоевский поместил дом генерала Епанчина в романе «Идиот». В 1890-1917 годах дом принадлежал генералу Рейну. Я пользуюсь данными крупного ресурса «Сетевоз». В 1879-1880-х годах здесь жил Лисков, знаменитый писатель. Писатель, публицист, меморист. В 1889-1913 жил Мережковский Дмитрий Сергеевич. Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Кстати, это муж поэтессы Зинаиды Гиппиус, которая тоже здесь жила. Жил философов Дмитрий Владимирович философов. Русский публицист, художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический деятель. Кстати, в 1920-е годы один из лидеров антикоммунистической эмиграции и влиятельный политический обозреватель. Кстати, двоюродный брат Дягилева, организатор русских сезонов в Париже и труппы русский балет Дягилева. Ну, какие люди, да? Жил поэт Пяста Истовский в 1911 году. И здесь проходили собрания знаменитого цеха поэтов. А цех поэтов – это название нескольких поэтических объединений, которые существовали в 20 веке в Петербурге, Москве, Тбилиси, Баку, Берлине, Париже. Основателем был Гумилев и Городецкий. В этом цехе состоят Ахматова, Мандельштаб, Зинкевич, Нарбут, Кузьмина Караваева, Лозинский, Василий Гиппиус, Мария Моравская, Вера Гейдрольц, Кузьмин, Пяст, Алексей Толстой, Виктор Третьяков, Владимир Маяковский и многие другие. Сколько людей здесь знаменитых было, обалдеть, да? После революции 1917 года жители дома Мурузи покинули Петербург, в здании стали заседать эсеры, а позже поселились бандиты и беспризорники. Здесь в 1912 году Максиму Горькову была организована студия, которая ставила свою целью помочь вымирающей интеллигенции в голодные годы. Классическое университетское образование и блестящие знания иностранных языков, да именно этим дисциплина обучали слушателей в этой студии. Среди знаменитых преподавателей были Александр Блок, Корней Чуковский, Михаил Лозинский, Николай Гумилев, Евгений Замятин. Ну а, конечно, среди учеников были такие литературные звезды, как Зощенко, Адамович, Полонская, Стенич. В 1919 году в доме открыта студия молодых переводчиков при издательстве всемирной литературы, а в 1921 по инициативе Гумилева учрежден Дом поэтов. Знаменитая личность коммунальной квартиры 28. В 1949-1972 годах жил поэт Иосиф Бродский. Кстати, здесь есть и мемориальная доска. То есть такой дом вообще, конечно, насыщенный. Многое утрачено в этом доме. Мраморный фонтан, росписи на стенах и потолках. В октябре 2010 года коммуналка, где жил Иосиф Бродский, была окончательно расселена для создания музея. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать про дом, который находится на Литейном 24. Доходный дом Мурузии. Да, это тот дом, в котором жили или в котором бывали знаменитейшие люди России. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать про дом Мурузии, который находится на Литейном проспекте 24. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok